В эти дни президент Владимир Зеленский, можно сказать, отмечает трехлетие пребывания в должности президента. Дело в том, что 20 мая 2019 года его президентом Владимира Зеленского избрало подавляющее большинство украинцев на фоне той затяжной, можно сказать, избирательной гонки и кампании, которая продлилась и в 2020 году, и в 2021 году, так как другой кандидат этой кампании, по оценкам наблюдателей, продолжал политические активности. Тем не менее, война сегодня сравняла, можно сказать, всех политиков в одной коробке, и именно на Зеленского период, и именно на его личность выпало все, что происходит сейчас с нашей страной, и выпала участь руководить Украиной в обороне и в сопротивлении российской агрессии, российской оккупации. В связи с этим наша еженедельная рубрика «Президент Юэй», мы так ее называем, чтобы подвести итоги активности Владимира Александровича за неделю, как во внешней политике, так и во внутренней, но в связи с тем, что в сегодняшние дни мы отмечаем трехлетие на должности президента Украины Владимира Зеленского, мы решили немного расширить этот блок и посвятить отдельно полчаса внутренней политике и основным вехам деятельности Владимира Александровича автора и полчаса внешней политике. И ясное дело, что красной линией по двум этим пунктам проходит, конечно же, война и последствия войны, которую переживают наши миллионы украинцев, как внутри страны, так и находясь за пределами нашего государства. Сейчас у президента Зеленского рейтинг поддержки, который дает социологическая группа рейтинг, вот так и называется, оценивается в 93%, то есть 93% украинцев поддерживают деятельность президента. Самая высокая поддержка действий президента, как выяснилось, согласно этого графика, здесь, по-моему, не видно, но согласно пресс-релиза группы рейтинг, на западе страны там 85% опрошенных группой рейтинг поддерживают действия и деятельность президента Зеленского. Украинский президент получил такую поддержку от украинцев в этот период, когда мы наблюдаем новую эскалацию вооруженных действий России против нашего государства, и в критический момент для страны, и момент, может быть, впервые в новейшей истории, когда, вопреки всем прогнозам, что Киев падет, и Украина не справится с агрессией россиян, все-таки, в 88-й день, украинцы ведут оборону от наступательных операций российской армии, и при этом именно действующая власть Украины обеспечивает всю архитектуру международной поддержки нашего народа и нашего государства в этот сложный период. Мои коллеги-журналисты телеканала «Юэй» подготовили небольшой сюжет о основных этапах трехлетнего пребывания в должности президента Владимира Зеленского. Оккупированный Крым, боевые действия на Донбассе, тотальная коррупция, продажные суды и слабо развитая инфраструктура. Такой принял страну Владимир Зеленский три года назад в день своей инаугурации. И в этот же день начинает полную перезагрузку старой системы. Уважаемые депутаты, вы назначили инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом один плюс. Это значит, вы готовы работать. Поэтому прошу вас принять, во-первых, закон об отмене депутатской неприкосновенности, во-вторых, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Это совсем не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно. Заработайте хорошие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Следующий шаг – борьба с бюрократией. Специально для этой борьбы Зеленский инициирует создание Министерства цифровой трансформации. И мечта президента о государстве в смартфоне становится реальностью для всех украинцев. В несколько кликов каждый гражданин может получать 79 госуслуг без очередей и сотен бумажных справок. Вы видите на экране жизненный путь человека через призму продуктов Дии. В первые два года мы сконцентрировались на том, чтобы полностью отцифровать и трансформировать все популярные услуги. И это логично, потому что вы на это тратили время. Это очереди и бюрократия. Тем более во время пандемии очень важно, чтобы мы меньше контактировали там, где это не нужно. Два года мы концентрировались на услугах наиболее сложных и массовых. Пандемия COVID-19 стала для всего мира большим испытанием. Для украинской системы здравоохранения и экономики в том числе. Борьба с вирусом совпала с программой «Большое строительство». Качественные дороги по всей стране были в числе предвыборных обещаний Зеленского. За два года удалось построить сотни инфраструктурных объектов и 14 тысяч километров дорог. 24 февраля этого года поделила жизнь каждого украинца на до и после. Полномасштабное вторжение России стало проверкой на прочность для президента и всех украинцев. Четко показав, кто нам друг, а кто способен лишь выражать обеспокоенность. Четкие и взвешенные действия президента и украинских вооруженных сил с первых дней показали всему миру, эта война не станет для России легкой прогулкой. Мы не считаем себя атовизмом, считаем себя самостоятельным государством с большой глубокой историей и с нравственностью. Ну и про мораль и объединение говорить нечего. Я думаю, что мы показываем сегодня, как это на самом деле. История трех лет Зеленского на посту президента – это история сложного бега с препятствиями. Не со всеми удавалось справиться с первого раза. Однако именно благодаря настойчивости и вере в собственный народ, президент Украины стал тем, кого на Западе сейчас называют «новым Черчиллем». Данила Кобза. Специально для информационного телемарафона «Фридом» телеканала «Юэй». Сейчас обсудим основные вехи деятельности президента Зеленского на этой должности президента с политологом Владимиром Фисенко. Владимир, здравствуйте. Слышно? Видно? Добрый день. Здравствуйте. Рад вас видеть. И моим коллегой, специальным корреспондентом украинского навещания «Юэй ТВ» в Европе, Виталием Сизовым. Он к нам включается из Лондона. Виталий, видно и слышно? Да, здравствуйте. Я хочу для начала показать, скажем так, заголовки. Те, которые просто Google выдает, когда мы вписываем «Зеленский» на главных страницах газет. И вот видим здесь «Тайм», видим различные издания другие, «Ивнинг Стандарт», «Нью Стейтсмен». И везде, знаете, проходит таким основным заголовком и подписью к его портрету. И даже вот здесь интересно «Нью-Йоркер», как они изобразили Владимира Зеленского с флагом Украины в тучах надвигающейся стихии и со словами сопротивления. И он держит флаг вот в таком виде, не очень стабильном, но по внешнему виду как будто вызывает уверенность. Такая картинка, что все-таки будет победа. Так вот, я вижу, что многие сравнивают, видите, есть такие слова «How Зеленский leads», то есть как Зеленский проявляет там свою линию, условно говоря. Хотя изначально «Тайм» его помещал на свою первую обложку. Помните, когда он был «The man in the middle», то есть когда был еще, по-моему, Байден и Трамп, и это была кампания в Америке. То есть было такое отношение к украинскому лидеру. В общем-то, а вот, например, «New Statesman», «Герой наших времен», вот такие обложки, если бы не война, были бы странными, наверное. Но война все-таки расставляет и отличает главное от второстепенного. Владимир, вы наблюдаете за Владимиром Зеленским. Я уверен, не только с момента его инаугурации или предвыборной кампании наверняка прогнозировали на карте политических лидеров и Украины его появление. Вот тип лидерства, если мы можем обсудить, тип лидерства, который есть конкретно у Владимира Зеленского. Как бы вы его описали с политологической точки зрения этот тип лидерства? Я вот как раз сейчас пишу текст об особенностях президентства Зеленского и в том числе пытаюсь ответить на этот вопрос. На мой взгляд, у Зеленского вдохновляющий тип лидерства. Он выступает в роли эмоционального резонатора общественных настроений. С самого начала и когда он шел к власти, участвовал в президентских выборах. Ведь он отражал запрос общества на то, чтобы стать альтернативой старым политическим элитам, чтобы поменять власть в Украине, обновить украинскую власть. И он этот запрос реализовал. Не все получилось, были и кадровые ошибки в том числе, но он стал инструментом этих изменений. Он реализовал многое из того, что годами, десятилетиями не могли сделать. Например, отмена депутатской неприкосновенности как конституционной нормы. Особый порядок сохранился, таково было условие парламентского компромисса. Но сама конституционная норма, 20 лет незыблемая, она ушла. И теперь уже гораздо легче лишить депутата его неприкосновенности и применить к нему силу закона. Ему удалось проявить себя как инструмент общественных настроений, как волю общества. Во многих действиях, например, в начале борьбы против олигархов, против российской пятой колонны. Ведь никто не ожидал, вот он умеет удивлять, никто не ожидал, что он сможет посягнуть на Медведчука, которого боялись тронуть все украинские президенты, наоборот пытались с ним как-то заигрывать, сотрудничать, чтобы через него договариваться с Путиным. Ну и наконец, действительно, война все поменяла, война проявила истинную суть Владимира Зеленского. Он стал лидером воюющей страны, настоящим лидером. Он проявил личное мужество, оставшись в Киеве в самые тяжелые дни, когда враг стоял у ворот столицы Украины, и мир это оценил. В мире, на самом деле, дефицит сильных, ярких лидеров. И вот первые дни, первые недели войны его сравнивали многие с Че Геварой. Вот я это тоже помню. И он был, кстати, на обложках не только американских, английских изданий, в странах Восточной Европы, да почти во всех европейских странах он был на обложках изданий, потому что он показал себя настоящим лидером, ярким, сильным лидером. И не случайно, вот про «Тайм» вспоминали, последний опрос журнала «Тайм», он стал самым популярным международным лидером. Это тоже очень показательно. Это наш сейчас информационно-политический капитал. Никогда ни один украинский лидер за 30 лет независимости не достигал вот таких высот во влиянии в мире. И это влияние, самое главное, работает на страну. Потому что вот именно активная роль Зеленского в его воздействии на западнообщественное мнение, на политиков разных стран, на парламенты, вот его почти ежедневное обращение к парламентам разных стран мира, это все в итоге позволяет нам получать больше оружия, в том числе уже тяжелого оружия, и больше экономической и политической поддержки для того, чтобы противостоять российской агрессии. В этом плане он, конечно, сыграл выдающуюся роль, и вот он сумел проявить свои лучшие качества в самый нужный для страны момент. Виталий, а как ты оцениваешь сегодня деятельность Владимира Зеленского? Если смотреть, вот Владимир Фисенко, он из Киева оценивает, ты сейчас в Лондоне находишься и можешь посмотреть за, из-за пределов нашего государства, на то, все-таки, ну при этом ты гражданин Украины, на то, как выглядит активность украинского лидера для международной аудитории? Ну, по-моему, Владимир уже этот вопрос раскрыл хорошо. Я когда слушал сюжет предварительный, там вот такой был смешной оборот, что такую как бы разоренную страну принял президент, но мне кажется, это не совсем верно, я бы сказал, что тип лидерства, я когда-то писал об этом, вот по сюжету судя, как его представили, как отец народа, но это как бы сын народа, президент наш, и он пользуется, как сказал Владимир, он вдохновляющий тип лидера, эмпатией, поддержкой людей, вот чисто на человеческом уровне, это большой плюс, и он бы, как бы, я бы сказал, что он как бы гибкий демократический лидер, потому что это представитель типичного украинского среднего класса, условно, скажем так, да, и вот в украинской специфике нет четкой вертикали, что можно сказать, да, что это лидер, который ведет, то есть он лидер, который прислушивается к своему обществу и выражает то, что общество хочет услышать, я бы вот так сказал, да, а касательно международного фактора, то действительно, да, Украине очень повезло, сейчас, конечно, очень, даже немножко смешно читать дискуссии, которые были в 19-м году, вот эти все видеообращения различных политиков, голосуй не по приколу, либо, да, там, что нас ждет какая-то катастрофа, вот в плане как раз международного и в плане как знамя, это сейчас, ну, лучше нельзя было бы придумать, потому что и его бэкграунд, который, да, там, во время избирательной кампании был, работал, пытались его повернуть против него, да, что он там работал в шоу-бизнесе длительное время, и вот эта вся история, она очень медийна с точки зрения западного, там, зрителя, когда комик, стендапер, ну, это упрощение, конечно, потому что президент был он не просто комиком, он был достаточно крупным медиа-менеджером, но так, как это все представляют, упрощают для зрителя, борется сейчас с абсолютным злом, которое представляет Российская Федерация, с агентом КГБ, с убийцами, которые используют боевые отравляющие газы, убивают там с помощью радиации. Оказалось, да, что во всей Европе нашелся один человек, который выразил вот это желание сопротивляться растущему отрицательному влиянию России, и поэтому с этой стороны, конечно, это огромнейший плюс, потому что в политике, в мире политики все передается символами, да, и не всегда даже эти символы адекватны, да, и каждый может, конечно, свою порцию критики в адресе Зеленского дать, и его политики, особенно мы, украинцы, которые видим это, но с точки зрения эмоций, картинки, это практически сейчас на международного зрителя это работает идеально, потому что, находясь в Лондоне, да, там, слышишь мнение, что интересно от представителей, опять же, это субъективное мнение людей, которые жили в Афганистане до того, как там пришли к власти талибы, и вот они тоже восхищены Зеленским, они говорят, вот если бы у нас был такой лидер, у нас бы государство не завалилось, а наш президент сбежал. И вот эти простые эмоции, простые, понятные каждому человеку, они сейчас работают в огромный плюс в Украину, потому что рейтинг Зеленского получается во многом выше рейтингов местных национальных лидеров, и они сейчас пытаются дотянуться до него, соответствовать этой использовании специальной одежды подзеленского со стороны Макрона, да, там, президента Франции, и многие другие вещи. Конечно же, нам надо отдавать себе отчёт, что так будет не всегда, и, возможно, скоро это настроение поменяется, но то, что оно было, то, что оно закрепилось в памяти людей, даже, да, вот я сейчас, мои коллеги, с которыми я там прохожу определённое обучение в Лондоне, они мне скидывают цитаты Зеленского из предвыборной кампании, абсолютно британцы, местные, когда он шёл только ещё в президенты. Вот эти простые, понятные каждому человеку, в принципе, независимо от его национальности, происхождения, месседжи. Сам Владимир Зеленский тоже осмысляет, я думаю, происходящее, и собственную роль в истории Украины, вот как он оценивает, собственно, всё, что происходит сейчас, и вокруг его личности, и вокруг Института Президента. Давайте послушаем. Люди на руку, то, что это наши люди. Человек года – это наши люди. Это люди года. Всё это заслуга, это заслуга нашего объединения. Все ордена, медали, премии, названия улиц, площадей, которые адресованы мне, они адресованы всем тем людям, которые сегодня защищают страну. Кто в Украине и кто её защищает? Владимир, знаете, есть же такое разделение – исторический и политический лидер. И в определённый момент каждый из политиков, а тем более президентов страны, они всё-таки становятся историческим лидером. Вот мне кажется, сейчас, после 22-го, 24-го февраля этого года, у Владимира Александровича произошёл этот рубикон, и он превратился уже, конечно же, не просто в политика нашего местного, регионального, а уже это действительно историческая личность, которая формирует сегодня повестку не только Украины, но, можно сказать, и Восточной Европы, и нашего региона, бывшего Советского Союза. Если говорить о другом столкновении, которое переживает Владимир Зеленский, сейчас это поколенческое, скажем так, столкновение, ведь тот человек, который объявил войну Украине, он один из пунктов этой войны озвучивал его, ну, окружение его и представителей, что это необходима смена конкретно украинского лидера, Владимира Зеленского, на кого-то другого, более, видимо, сговорчивого, либо же более управляемого и прогнозируемого. Вот этот поколенческий срез, который представляет сегодня Владимир Александрович и Владимир Путин, он отличается. Всё-таки Путин, я думаю, помнит ещё период и Холодной войны, и часть этого противостояния, как Виталий говорит, КГБшник, который использует химическое оружие против неугодных, а Владимир Зеленский – это другое поколение. Вот как бы вы, Владимир Фисенко, описали бы то поколение, которому принадлежит Владимир Александрович, именно поколение украинцев, которое он сегодня представляет? Ну, я добавлю, что это не только поколенческий конфликт, это конфликт ещё и цивилизационный. Вот если объединить два вот этих среза, два этих измерения, то, по сути, мы видим здесь, вот в этом противостоянии, не только противостояние Украины против российской агрессии, но и противостояние Владимира Зеленского против Владимира Путина, то есть противостояние лидеров, то мы видим это противостояние будущего против прошлого. Путин обращён в прошлое со всеми советскими стереотипами, стремлением возродить какой-то гибрид российской и советской империи, а Зеленский обращён в будущее. И это цивилизационное столкновение, потому что Зеленский воплощает ценности современного, открытого, демократического мира. А Путин — это ценность, если так можно говорить, авторитарного режима, режима, который боится всего и вся. Вот отсюда вот эти вот столы на 15 метров, когда Путин встречается с кем-то. А Зеленский, напротив, он открыт для общения, он встречается с журналистами, с политиками, которые к нему приезжают, с людьми простыми. Вот это просто разительный контраст. И, конечно, вот всё это произошло на переломе эпох. Зеленский, по сути, это первая волна поколения независимости Украины. Вот этот термин, кстати, сейчас используется активно социологами, политологами, потому что, да, есть такое чистое поколение независимости, которое родилось уже в условиях независимости после 91-го года. Зеленский родился раньше, но он прошёл становление как личность и как политик. Даже есть в социологии, политологии понятия формирующие годы. Вот у него формирующие годы пришлись как раз на годы независимости. Тяжёлые годы, сложные годы 90-е. Но он сформировался как личность. И он сталкивался с тем, что такое Россия, россияне на своём личном, профессиональном и человеческом опыте. Самое главное, что он себя не просто политически, а, я думаю, эмоционально, личностно связывает со своей страной и со всем миром. Он человек мира. Он не только украинский президент и украинец, он человек мира. И поэтому мир его тоже принимает как лидер. Он сильно стал культовой фигурой, как лидер украинского сопротивления, российской агрессии. Поэтому он человек украинской независимости, независимой современной Украины. Он человек современного, открытого, демократического мира в противостоянии с лидером прошлого, который тянет и свою страну, и пытается утянуть весь мир в болото пропасть прошлого. Виталий, если оценивать лидерство Зеленского не только для Украины, но также и для стран бывшего Советского Союза, где, вот как говорит Владимир Фисенко, это прошлое, и если это прошлое, оно неминуемо уйдет рано или поздно, а значит и стиль, и метод ведения политики Владимира Путина рано или поздно будут прекращены. Соответственно, возникнет определенный вакуум лидерства внутри Российской Федерации. Есть ли у нас сегодня ресурс для того, чтобы тот тип, который сегодня исповедует Владимир Зеленский, стал популярным и внутри Российской Федерации? Ведь мы помним, я не знаю, Владимир Фисенко, может быть, вы там напомните нам, потому что это тоже касается изучения исторических процессов не только по учебникам, а все-таки 80-е годы, как формировались там Лукашенко, тот же Путин, как формировался здесь Кравчук, Кучма. В какой-то момент они все, эти фамилии, были известны и в России, и в Хабаровске, и в Риге, и в Киеве, неважно где, да, вот на территории бывшего влияния Москвы как единого центра столицы управления. На сегодняшний день пока еще эта модель, вот Лукашенко, да, в какой-то момент был популярным в России, и я помню, где-то читал, то ли это из теории заговора больше, то ли это действительно так было, что было опасение, что он более популярный, чем Путин. Так вот у меня вопрос, ну, Владимир, вы реплику дайте по этому поводу. У меня вопрос, не формируется ли сейчас новая элита вот этого всего пространства для бывшего союза, и во главе этой элиты все-таки находится конкретно сейчас Владимир Зеленский, станет ли, есть ли у нас ресурс для того, чтобы потянуть еще Россию после смены власти там? Владимир, реплику, и Виталий даже. Да, короткая реплика. Вы знаете, Владимир Зеленский уже в 19-м году рассматривали как некую модель для подражания, в том числе и в России. Что вот видите, что произошло в Украине? Зеленский стал импульсом, не политиком, пришедшим к власти, благодаря общественным настроениям. И в России стали задумываться даже, а не скопировать ли это как политтехнологию. Но копировать не получится. Понимаете, вот такая личность, такой политический субъект, он должен появиться как результат общественных настроений. Но то, что Зеленский тогда скорее как заявка на будущее, а сейчас вот как реальная альтернатива Путину, он действительно себя проявил как представитель, я бы сказал, глобальной политической элиты, вот этого конклава, можно сказать, да, группы политических лидеров современных, которые определяют будущее мира, векторы его развития. Это не вызывает никаких сомнений. И в этом плане он действительно образец для подражания. России тоже надо искать вот таких молодых, решительных, сильных, ярких лидеров, каким Владимир Зеленский стал и для нашей страны, и для всего современного мира. Поэтому это образец, образец для подражания, но Россия должна сама найти и вырастить такого лидера. Виталий, ну что ж, тебе слово по поводу того, есть ли у нас сегодня ресурсы и резервы после смены власти внутри Российской Федерации распространить нашу модель демократии на всю территорию Российской Федерации. Я думаю, они-то есть, потому что он действительно лидер и для Российской Федерации, и для значительной части российского общества, и так как с его огромным бэкграундом в шоу-бизнесе он явно не воспринимается в России как что-то чужеродное, как, допустим, наш предыдущий президент. Но, с другой стороны, у него сильные оппоненты там могут быть со стороны консервативного лагеря, который активно сейчас взращивается властью действующей. И, скажем, это можно назвать откровенно фашистские, русские фашистские силы, которые сейчас пытаются набрать силу под крылом действующей путинской власти. Это будут основные соперники. Но, мне кажется, у Зеленского выше здесь шансы, потому что все-таки он действительно смотрит вперед, его идеология, а то, что исповедует Российская Федерация, даже этот нарративный ряд. Но дело в том, что, возможно, Владимиру это понятно, его поколению. Мне это понятно в силу профессии, что я какую-то литературу должен читать. Мне это, ну, в принципе, если бы я был не вовлечен в процессы, все то, к чему апеллирует Путин сейчас, да, вот эта деноцификация, фашизм, не забудем, не простим, вот эти все какие-то вещи родом из советского периода, они совершенно не трогают людей, мне кажется, которые моложе 40 лет, 40-45, потому что это вообще откуда-то из другого, в принципе, измерения. И с чем путинизм или его смена будет идти к новым поколениям россиян, это большой вопрос, с чем они их будут цеплять. А в принципе зацепить нечем, кроме авторитарной какой-то модели, которая будет подавлять альтернативу, и все. Виталий, спасибо. Владимир, вам реплику, да, на слова Виталия. Да, я коротко отреагирую, к сожалению, не все так просто. В России, благодаря вот этой тоталитарной пропаганде, они ведь смогли создать вот некий вот такой советский миф. И если наше вот это поколение независимости, практически нет никакой советской идентичности в этом новом поколении. Мы разорвали вот эту пуповину связи с советским прошлым. А в России, как ни парадоксально, об этом говорят данные социологии, вот эта советская идентичность даже выросла, в том числе его молодого поколения, именно вследствие вот этой тоталитарной пропаганды. Поэтому разрушение этой пропаганды, вот эта задача еще для будущих российских элит, для российского общества. Им нужно разорвать эту пуповину. Все-таки пока там действительно Путин развернул Россию в прошлое, а им нужно развернуться в нормальную сторону развития в будущее. Да, спасибо вам за прогнозы и по поводу будущего, и по поводу предсказаний возможного будущего. А мы еще будем говорить. Виталий, ты руку хотел поднять? Да, я хотел просто подытожить, что да, есть такая тенденция. Но с моей точки зрения все-таки она будет преодолена. Стоит выключить этот зомбоящик, в принципе, хотя бы. Чтоб люди остались хотя бы даже не с пропагандой, а наедине со своими собственными мыслями. Хорошо, спасибо. Мы точно можем помочь с этим, когда ситуация уже изменится. И на фронтах, и перейдем уже к следующим этапам работы с Российской Федерацией. Владимир Фисенко, Виталий Сизо были со мной здесь в прямом эфире телеканала Юэй Марафона Фридом.